книга про теория геннадия фаста в бога богатейте проповеди 2020 год якорь безопасный в житейском море в апостольском чтении из послания к евреям мы слышали сейчас такие слова о христианах о нас прибегнувших взяться за предлежащую надежду которая для души есть как бы якорь безопасные крепкий и входит во внутреннейшие за завесу куда притечию за нас вошел иисус сделавшись первосвященником на век по чину мелхиседека евреям 6 глава 18 20 стихи якорь безопасный что это такое очень хорошо знают люди которые случалось плавать или даже служить во флоте для того чтобы корабль не кидала по водам для того чтобы он не отплыл куда ему не следует матросы бросают якорь он достаточно массивный у него обязательно есть такая часть которая хорошо цепляется за дно между кораблем и землей большая толща воды якорь опускается туда вниз и цепляется за землю корабль хотя его немножко и подбрасывают из стороны в сторону ветер и волны однако он надежно закреплен и наверное в истории мореплавания еще никто не видел чтобы однажды моряки собравшись на палубе взяли якорь достаточно массивный такой и бросали его вверх пытаясь там наверху за что-то зацепиться если бы кто-нибудь такое начал делать то естественно его сочли бы сумасшедшим от него бы попытались поскорее избавиться куда-нибудь его на берег подальше от корабля так вот сегодня мы слышали о таковых странные люди бросающие якорь вверх это мы верующие христиане мы прибегая прибегшие взяться за якорь безопасный и крепкий куда обычно бросают якорь якорь бросают по обычаю вниз чтобы он зацепился за землю тем более что там есть за что зацепиться например за свое богатство самое конкретное и примитивное зацепить наш якорь за пару миллиончиков но вот теперь корабль наш безопасности мы не пропадем случае чего у нас есть заначка у нас есть средства нам есть за что держаться можно бросить якорь туда вниз к земле чтобы зацепиться за знакомство у меня замгубернатора знакомый а у меня приятель олигарх очень богатый а у меня такой-то знакомый человек у меня в полиции знакомые там все свои и так далее человек цепляется за знакомство у кого-то и повыше рангом где-нибудь в кремле знакомые есть там тоже можно зацепить свой якорь тогда уже совсем надежно кто уж здесь в глубинке против меня что смеет сказать если у меня якорь туда в кремль заброшен бывает туда вниз к земле забрасывает якорь к своим способностям я одаренный человек куда им меня не превзойти я человек талантливый и вот цепляем якорь за свои таланты за свой ум за свой опыт за свои способности укрепились покрепче ощутили что все якорь зацепился теперь нас не взять попробуйте есть пожалуй еще много других вариантов когда мы пытаемся якорь безопасно и крепки зацепить за землю так все моряки делают а жизнь есть житейское море почему бы и нам так не делать все нормально все естественно одно с другим сходится якорь надо цеплять за землю только вот эта земля размывается водой и если сегодня казалось бы я так надежно зацеплен то завтра вода уже размыла эту мою зацепку и знакомый мой помер и переболев я потерял свою способность обвал рубля все мои деньги превратились в фантики и все эти зацепки могут оказаться очень даже ненадежными тогда наш корабль кидает туда сюда беспомощно и бестолково он передвигается по водам уже не способны надежно сохраниться безопасности в необходимом месте и вот апостол говорит нам что мы имеем якорь как бы безопасный крепкий который входит куда во внутреннейшие за завесу это что такое образ берется древний ветхозаветный а собственно говоря и у нас православном храме он мало чем отличается есть завеса в царских вратах она закрывается и не каждый входит за нее туда в алтарь святое святых храма в древности только архиерей только первосвященник великий мог входить во внутреннейшие за завесу и вот теперь иисус которого распяли на кресте иисус которого куда подальше сокрыли в землю он воскрес из мертвых из елеонской горы чудной прекрасной горы на восток от иерусалима поднялся туда на небо за завесу завеса это то что отделяет от нас святое святых святое святых здесь означает небо небесный престол на котором восседает бог отец вот туда за завесу вознесся господь иисус когда выйдете из храма посмотрите на голубое небо это такая простертая завеса вот за эту завесу туда в небеса небес ушел иисус не в те где космонавты летают а в те где ангелы божии архангелы где херувимы и серафимы где небо и небеса небес и он прошел за эту завесу туда к престолу всевышнего и сел по правую руку отца он теперь наш архиерей великий по чину мелхиседека он теперь там на небесах и теперь появились на земле с точки зрения земно родных и такие странные люди они стали свой якорь бросать не вниз чтоб зацепиться за землю и как-то в этом житейском море сохранится в безопасности а вверх представьте себе моряки житейское море моряки это вы это я и вот мы бросаем наш якорь туда вверх это что за такой якорь он у апостолов конкретно назван у нас даже имя такое есть надежда наша надежда не на сильных мира сего наша надежда не на богатство мира сего наша надежда и на какие-то собственные достоинства и возможности наша надежда относится к первосвященнику вовек она относится к иисусу и мы забрасываем теперь свой якорь наверх не туда в глубину в пучину морскую надеюсь достать дно и зацепиться а туда в небесные высоты так за что мы там пытаемся зацепиться на что у нас надежда может быть на рай на райские сады где очень хорошо где нет ни болезни ни печали ни воздыханий где жизнь бесконечная может мы за это хотим зацепиться за рай у апостола сказано что мы бросаем якорь безопасный действительно не вниз а вверх мы бросаем его не на дно морское она высоты высот который выше небес но не за рай мы пытаемся зацепиться а за христа который воссел одесную бога отца вот это очень важно потому что рай это дело хорошее конечно но это всего лишь хорошее место а если в этом хорошем месте нет христа то зацепиться там не за что тогда это хорошее место пустое вы бывали в хорошем доме очень хороший но совершенно пустой там нет никого нет ваших детей нет ваших родителей нет мужа нет жены не брата не сестры ну никого хорошие стены прекрасный свет окна посмотреть все было интересно но захотелось ли зацепиться за это и там остаться да пусть муж дети пусть они в лачуге но в ней хорошо с милым рай в шалаше поэтому мы не цепляемся за рай оцепляемся за христа за того кто вознесся превыше небес и который сейчас там у престола всевышнего ходатайствует за нас с вами какое дело священников и архиереев а это входить за завесу во святое святых и там перед богом ходатайствовать за народ это сделал иисус христос искупив нас на древе крестом пролив за нас свою честную кровь принеся себя в жертву любви за нас с вами он оттуда вознесся и вот теперь надежда этим безопасным якорем мы цепляемся за него и кто туда забросил якорь и чья надежда на христа который там тот сам находясь еще здесь в этом житейском море находится в совершенной безопасности в константинополе когда он еще был православным когда еще там было благочестие жил один достоин достаточно богатый человек он был не только богат но и благочестив и от своих сокровий своих богатств он много раздавал нищим но однажды он задумался вот я все раздаю нищим у меня еще не неплохое здоровье даст бог еще поживу если таким же темпом буду раздавать то я скоро успею все раздать а у меня сын растет тогда он зовет своего сына и говорит сынок смотри вот мои богатства их немало а вот христос которому я подаю когда раздаю богатство нищим тебе жить на кого надеешься на христа или на эти богатства а ну-ка никому из нас так папа еще не сказал окажетесь в положении такого сыночка вот отцовское наследие которое по праву принадлежит ему и отец предлагает выбор хочешь бросай свой якорь цепляйся за них все твое или все же за христа и этот сын нашел себе силы и сказал отец надеюсь на христа лицо отца конечно просветлело оздоровится и правда у него было совсем не худое и пока жил успел все раздать потом все-таки помер остался сынок наследство нет но есть христос гигантская столица а столица всегда столица она от нынешних мало чем отличается народ власти интриги страсти возможности уж очень большая востребованность богатстве без денег там что делать то а у него их нет у него только христос он бросил свой якорь туда на небо и зацепился за христа и вот такой случай был другой тоже не бедный человек жил в этом же константинополе тоже человек благочестивый имел супругу дочек подросла достигла возраст невесты пора замуж в те времена как знаете не столько романтика а все определяло родительское благословение родители выдавали замуж своих дочерей между собой говоря ну что доченьку то пора замуж отдать да конечно пора и как а пойдем в храм храма в константинополе много было пойдем в храм помолимся после молитвы кто первый храм зайдет тот и жених родители пошли в храм и давай крепко молиться за свою дочь чтобы господь устроил жизнь ко благу какие родители за доченьку свою не переживают завершилась молитва невольно глаза отца и матери входной двери недолго ждали двери открываются и входит молодой человек они его не знают подходит к нему и спрашивают как тебя зовут называет имя а какого ты рода племени да вот отец мой недавно представился а как его звали а этого человека мы знали да его из константинополь знал богатый человек все имущество из своего бедного раздал так ты его сынок я его сын подошла и дочь вот твоя невеста вот твое наследство и получил невесту и богатое наследство стал как у нас в русских сказках говорится жить да поживать только это все правда вот якорь который брошен туда на небо и так зацепился за христа некоторые думали может быть что этот сын умершего скоро уйдет затвор скоро у него будут вериги наверное в неделю будет один раз только кушать будет великий подвижник ведь христа же избрал и смотрите все совсем по-другому у него сложилось по жизни стал он достаточно богатым с прекрасной женой с хорошей семьей так что не только вериги у господа куда же будем якорь забрасывать где ваши надежды на папины маминой достатки которые они заработали или на то другое 3 10 земля нам много чего может предоставить за что можно свой якорь зацепить апостол павел пишет о тех и себя к ним причисляет что имели прибегнуть принадлежащие надежде которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит туда в небеса во внутреннейшие за завесу куда пред течью за нас вошел иисус сделавшись первосвященником навек по чину мелхиседека если дерзнем давайте туда забросим якорь аминь